МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире телекомпания Город. Вы смотрите программу «Время говорить». Темы этого вторника весьма разнообразны. Диапазон их велик от решений правительства Дмитрия Медведева до бытовых проблем жителей обычной рязанской многоэтажки. И то, и другое для нас одинаково важно, а потому приступим к освещению вопросов без промедления, ибо все надо успеть, как гласит девиз информизданий. Смотрите сегодня. После репортажа в нашей программе в одном из рязанских домов все-таки учились работы по газообеспечению. Голосование с 16 за и против. Российские политологи и депутаты обсуждают возможность снижения возрастного порога электората. Беда не от пьяных, а от трезвых. По статистике больше всего фатальных автоаварий на счету начинающих водителей. Ну а теперь переходим к конкретике. Сегодня на расширенном заседании регионального правительства рязанский губернатор, говоря народным языком, вставил фитиль министру ТЭК и ЖКХ Владимиру Ползову. Дело в том, что начальник области поручил специальной комиссии разобраться, почему затягивается пуск тепла в домах села Мурмин. Выяснилось, что и денег в бюджете хватало, и необходимость в пуске тепла, разумеется, наличествовало. А вот не работали мурминские тепловики, да и все тут. Вот она, великая тайна чиновничества нашей Родины. Все есть, а работы нет. Спросят, почему, так плечами пожимают. А как в такую морозную осень без тепла в квартирах, ну, сами представляете. Итак, министру Ползову объявлен выговор, и поручено провести подключение всех квартир к газовому отоплению до 1 ноября. А главе администрации Рязанского района Виктору Пронькину Олег Ковалев и вовсе предложил сложить полномочия из-за прямой вины в срыве сроков подключения отопления. На такую тему, как начальственный ступор, мы сняли уже целую коллекцию репортажей из недавнего. Отсутствие газа в одном из рязанских домов. Шевеление началось только после того, как вышел в эфир материал нашей программы. Обо всем подробнее. Глеб Галушкин. У жильцов дома по адресу улицы Есенина 59, дробь 12 почти 8 месяцев не поступал газ в квартирные газовые колонки. Работники из управляющей компании Техрембэтсервис еще в феврале нынешнего года отключили подачу газа. Прямо-таки отношения России и Украины, да и только. Причем, как сообщали жители, коммунальщики обещали быстро сделать ремонт труб в подъездах и вернуть газ. Однако ни ремонта, ни газа люди так и не увидели ни через неделю, ни через месяц, ни даже через полгода. Вот как объясняли сложившуюся тогда ситуацию сами жители дома. У нас с 58-го года дом. Он запланирован только с колонками. Поэтому у нас только колонки греют воду. А сейчас мы только холодной пользуемся. Вот греем на газу, в кастрюльках. Детей купаем в тазиках, поливаем. Потому что колонки нет и прохладно в ванной. А сами как где придется. Мне повезло больше, потому что ко мне в квартиру не попали и не смогли отключить на тот момент газ. То есть у нас часть квартир получается с отключенным газом, часть с включенным. То есть половина на половину. А дымоходы являются одними и тем. То есть на одном сайте может быть и отключенная квартира, и включенная. Мы слышали много случаев о том, что есть взрывы в домах, есть отравление угарным газом. То же самое грозит по сути и нам. Потому что нет должной вентиляции в доме. После визита журналистов нашей телекомпании к жителям пришли и представители городских властей. Газовики обследовали трубы и приступили к работам. Причем за счет бюджетных средств. А сейчас вот наш подъезд, они начали, наверное, с нашего подъезда, не знаю, с нашего. Они сейчас уже сделали много, квартир прошли. Домоходы. И что там внизу, все. И только и кого не было, они уже всего не доделают. Он уже все знает. И так что городу, вот то, что вот это вот приезжали и сказали, что вот эти деньги, мы, это, что они вот нам город дал денег на эти нужды, большое им спасибо. В общем-то, до сих пор непонятно, как так могло получиться, чтобы газовые колонки в квартирах отключались на целых 8 месяцев. Причем ведь, как сообщали жильцы, работники техрембетсервиса, не во всех квартирах сумели добраться до заветных газовых колонок и отключить их. Хозяева были попросту на работе, и коммунальщики не смогли попасть в квартиры. Ну а те, кто добропорядочно впустил газовиков к себе, так и пострадали больше всех. Вот как работает управляющая компания. Парадокс, да и только. Оказывается, что выгоднее и вовсе не открывать двери для сотрудников из сферы ЖКХ. Да и потом, разве это не опасная ситуация, когда часть газового стояка завоздушна, а часть заполнена голубым топливом? Тут ведь и до трагедии недалеко. Хорошо, хоть сейчас власти все-таки приступили к ремонту труб и возобновлению газоснабжения в доме Поясенина 59-12. В общем, эта газовая история, хоть и с относительно позитивным полуфиналом, все-таки оставляет немало вопросов и наводит на неприятные размышления многих горожан. Другой начальник, но уже рангом повыше. Премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил, что подписал постановление, в соответствии с которым изменяются условия получения водительских удостоверений. Я подписал постановление, которое меняет правила сдачи экзамена на получение водительского удостоверения. Очень важно, чтобы за рулем были те, кто умеет ездить на машине, заявил председатель правительства России. Вот уж надо сказать своевременное решение. Хотя, с другой стороны, если быть объективнее, то сказать надо по-другому. Спохватились наконец-то. Так, все знают, пьяный за рулем преступник, и это неоспоримо. А кем же тогда являются начинающие водители, которые гоняют и надо, и не надо по дорогам и трассам? Соответствующая статистика была опубликована в одном из федеральных аналитических изданий. Суть ее в том, что если число смертельных исходов ДТП по вине пьяных выросло на 7,5%, то молодые водители добавили в печальные данные рост на 12%. Вот и приходится поразмыслить о делах наших дорожных. Продолжать тему Оксана Тебенихина. Премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев подписал постановление, меняющее правила сдачи экзамена для получения водительского удостоверения. Посещение автошкол становится теперь обязательным. Самоподготовка больше не допускается. Это основной пункт, который теперь будут обязаны соблюдать как обучаемые, так и обучающие. Ведь зачастую в нашей стране за роль садятся люди, не знающие банальных правил дорожного движения. В связи с последними событиями, произошедшими в нашей области, этот вопрос стоит особенно остро. Хочется отметить, что за 9 месяцев этого года по вине молодых водителей, то есть тех, у кого стаж менее 3-х лет, произошло 318 дорожно-транспортных происшествий. В них 9 человек погибло и 340 получили телесные повреждения. Это примерно от общего количества дорожных происшествий составляет примерно 40%. Хочется привести пример. В эту субботу на автодороге Москва-Челябинск в Шасском районе произошло трагическое дорожно-транспортное происшествие, когда молодой водитель, женщина, 26 лет, при обгоне не справилась с управлением. Произошло дорожно-транспортное происшествие, столкновение с большегрузовым автомобилем, в результате которого погибла водитель, ее супруг, 31 год, мужчина, и ребенок 3 лет. Водитель, имеющий представление о том, как вести себя в той или иной ситуации, проще говоря, с опытом управления 4-х колесным транспортом, находясь в здравом уме, смог бы предотвратить трагедию, как в первом, так и во втором случае. Всему виной не столько отсутствие того самого опыта и здравого смысла, хотя и эти факторы стоят далеко не на последнем месте, но и некачественная подготовка водителей в автошколах. Тот опыт, который приходит, так скажем, с годами, когда он начнет управлять транспортным средством, он сразу не приходит, и поэтому хочется обратиться ко всем молодым водителям, у которых стаж небольшой, быть предельно внимательными, осторожными, потому что на дороге, возможно, сотни разных сложных ситуаций, которые могут привести к дорожным происшествиям. Мы можем и дальше ссылаться на судьбу, но факт остается фактом. Лихачество молодых горячих и пренебрежение элементарными правилами дорожного движения унесли сотни тысяч жизней. А если бы в автошколах юных водителей научили проецировать ситуацию с картинок в брошюрках на дорогу и пояснили, что на большой скорости в колею въезжать ни в коем случае нельзя, тем более на мокрой дороге можно было бы спасти хотя бы часть из них. Ну и вот еще случай. Вчера в Рязани 19-летний водитель ВАЗ-2115, следуя со стороны Южного промоузла в направлении улицы Рязанской, начал совершать поворот налево. Один, надо сказать, из труднейших маневров в практике городских автомобилистов. Однако юноша даже не обратил внимания на обгонявшую его в это время Мазду. В итоге столкновение. Водитель японки 30-летний Туляк получил ушибы головы. Так что не обратил внимания, не заметил, думал, проскочу. Все эти молодежные вещи гораздо чаще приводят к тяжелым авариям, чем даже пресловутые выпил и поехал. Ну, теперь к другим темам. Сегодня в Рязани сотрудники антинаркотического ведомства спалили очередную партию изъятых наркотиков. Прежде чем перейти к репортажу, некоторые данные нашего управления Роспотребнадзора. В третьем квартале в регионе зарегистрированы 23 случая острого отравления нарковеществами. Дело было главным образом на территории Рязани, Касимовского и Рязанского районов. Летальных исходов не зафиксировано. Причинами отравления послужили неуточненные наркотические вещества, а также производные конопли, говорится в сообщении управления. Среди пострадавших три подростка. Ну, а теперь репортаж у Глеба Галушкина слобного места для ядовитой отравы. Вся уничтоженная партия наркотиков относилась к вещдокам по 53 уголовным делам. И теперь, после вступления в силу приговоров суда, наркотические и психотропные средства сгорели в огне. Причем, как сообщили работники УФСКН, среди изъятого и впоследствии уничтоженного были и как традиционные для нелегального рынка наркотики, типа марихуана и спайса, так и редко встречающиеся кокаин и метадон. Комиссия в составе сотрудников управления наркоконтроля, Роспотребнадзора и Росздравнадзора оформила партию под уничтожение. И сейчас путем сжигания это и происходит. Всего уничтожается 60 килограммов наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ. Осенью этого года всю страну захлестнула буквально эпидемия курительных миксов. Изготовленный порой кустарным способом опасный дурман нередко приводил к летальным исходам. Действительно, эта тема сейчас, пожалуй, самая актуальная. По стране прокатилась эпидемия отравлений спайсами, в том числе и смертельные случаи. Более двух десятков зафиксировано. В Рязани за последние три месяца отмечено более трех, вернее, более двух десятков случаев отравления спайсами. К счастью, обошлось без летальных эспиодов. Но, тем не менее, мы видим, что ситуация в этом плане очень напряженная. И сейчас изъятие спайсов занимает достаточно большую долю в числе общих изъятий, которые производятся управлением. Более 60%. Сейчас ситуация с курительными миксами в регионе находится на контроле у оперативников госнаркоконтроля. Хотя сотрудники УФСКН признают, что, несмотря на оперативное выявление сбытчиков смертельного спайса, приоритетное значение имеет все же антинаркотическая пропаганда среди молодежи. Сейчас в прессе и среди депутатов активно обсуждаются инициативы госдумовских либерал-демократов, которые предложили разрешить 16-летним подросткам принимать участие в голосовании на выборах. По всей видимости, у Соколов-Жириновского есть расчет на юношиство, а также стратегия пиар-компании, направленная на старшеклассников. Иначе просто прозвенеть и привлечь к себе внимание – это как-то мелковато для бойких партийцев. Сегодня у нас в программе некоторые мнения вполне взрослых людей на этот счет. По мнению депутатов, явка на выборах разного уровня стремительно падает, а снижение возрастного ценза, по мнению авторов проекта закона, обеспечит электорат на избирательных участках. Мол, если у большего количества людей будет право делать выбор, тем больше народу, соответственно, и пойдет голосовать. Я думаю, что всем многим понятно, что в 16 лет многие дети, они еще в политике достаточно слабо развивают, разбираются. В общем-то, если посмотреть, я занимаюсь с детьми на пытательных курсах для поступающих в институты, которые как раз дают общество знаний, и для них политика является очень сложной. То есть, например, социальные отношения, социальную структуру, даже некоторые философские вопросы, они разбирают намного легче. У них сразу возникает проблема с политикой, потому что напрямую они с ней никогда не сталкиваются, по-хорошему пощупать ее изнутри многие не могут. В свете последних событий предложение о том, чтобы разрешить голосование 16-летним школьникам, выглядит уж, простите, как своего рода провокация. Молодежь является главным объектом манипулирования. Ну как человек, которому не на любой-то фильм можно сходить, сможет сделать осознанный выбор? Выбор, который, возможно, повлияет на судьбу целого государства. Само собой, на ребятню, зеленую и политически безграмотную, будет оказываться давление во всех сферах. Вот этот момент, то, что у нас законодательство прописано, с 18 лет имеет право избираться в местные органы самоуправления, я тоже считаю, что это еще рано. Потому что, опять же, для того, чтобы заниматься управлением даже на уровне местного самоуправления, все равно нужно иметь какой-то, по крайней мере, практически жизненный опыт, которого в 18 лет, а тем более в 16 лет, у человека еще нет. Соответственно, опять же, если взять там 16 лет, то таких избирателей будет легко увлечь именно какими-то красивыми демагогическими лозунгами. И я так думаю, что ЛДПР исходит здесь из своих шкурных интересов. Потому что, ну, мы представляем, что действительно достаточно большое количество студентов голосует за ЛДПР, и, соответственно, масса школьников тоже так более-менее привлекает идеи ЛДПР. Но, опять же, это не из-за того, что они обладают высокой политической грамотностью, культурой и так далее, а, наоборот, показатели их, наоборот, малой грамотности. Потому что, сколько я не разговаривал со студентами, с теми же школьниками, которые говорят о том, что ЛДПР их лучшая партия, никто из них программы ЛДПР, поверьте, не читал. Еще один мотив, которым руководствуются авторы предложения, это то, что на выборы нынче ходят одни пенсионеры. Нужно электорат омолодить, так сказать, сбалансировать возрастную категорию избирателей. Да и в воспитании патриотизма у молодежи такой шаг внесет весомый вклад. Но вопросов пока все же остается больше, чем ответов. У нас на сегодня все. А продолжит информационную линейку программа подробностей, которую ведет Олеся Харлина. Завтра в мире отмечается День борьбы с инсультом. Соответственно, не останется этот проект без внимания и в России. Ну, а у нас накануне даты в гостях будет Олег Сорокин, руководитель отделения регионального сосудистого центра при областной клинической больнице. Поговорить будет о чем. Тем более, что уровень фатальных исходов от этой болезни в России составляет 57%. Смотрите подробности и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова